Сейчас у нас психологическая часть школы вам расскажет о нарушении сна доктор медицинских наук, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии Института имени Бехтерева, ведущий научный сотрудник научного отдела инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации неонкологии имени Петрова, Караваева Татьяна Артуровна. Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги. Сегодня мы будем говорить о такой большой проблеме, как нарушение сна. Надо сказать, что у городских жителей, у 70-80% в течение жизни встречаются те или иные нарушения сна, поэтому эта проблема очень распространенная. И мы попробуем обсудить это именно в вопросах и ответах. Я представила в презентации те вопросы, которые задаются наиболее часто. Что такое сон? Это сложное достаточно определение, но нужно отметить, что в том виде, как сон существует у человека, он существует еще и у теплокровных животных. Это сочетание определенных фаз, стадий и циклов сна. Задумайтесь о том, что сон занимает треть нашей жизни. Если мы возьмем продолжительность жизни в 75 лет, то 25 лет из них мы с вами проводим во сне. Каждую ночь около двух часов мы видим сны. И получается, что мы имеем абонемент в кинотеатр на 6 лет. 6 лет нашей жизни мы смотрим сны. Какой же должен быть нормальный сон? Что такое нормальный сон? Для того, чтобы говорить о нормальном сне, должна быть нормальная структура сна. Или, говорят, архитектура или архитектоника сна. И сон у нас стоит из разных фаз. Существуют медленные фазы и быстрые фазы. Быстрая фаза – так называемый парадоксальный сон. Во время быстрой фазы происходит быстрое движение глазных яблок. Иногда, когда мамы смотрят на спящих детей в этой фазе, они думают, что ребенок притворяется, потому что глазные яблоки двигаются. Вовсе нет. В этот момент он видит сны. На электроэнцефалограмме, на исследовании, которые снимают импульсы с клеток головного мозга, мы видим почти картину бодрствования. В этот момент происходит расслабление мускулатуры, и эта часть сна, быстрый сон, занимает порядка 25%. И есть медленный сон, когда на электроэнцефалограмме появляются специфические волны, так называемые сонные веретёна. Этот медленный сон составляет порядка 75-80% общего времени сна. И состоит медленный сон тоже из четырёх фаз. Первая фаза – это дремота, всем известная фаза – это погружение в сон. Вторая фаза как раз тогда наступает, когда вот эти сонные веретёны, определённые волны на электроэнцефалограмме начинают появляться. Третью и четвёртую фазу может различить только специалист. Это так называемый дельта-сон, и это уже глубокий-глубокий сон. Выделяют стадии сна. Это четыре последовательных сна. Медленные фазы – дремота, фаза сонных веретён, третий и четвёртый – дельта-сон и фаза быстрого сна. Это нормальная стадия. И нормальный сон у нас состоит за ночь из четырёх-пяти последовательных вот таких стадий. Называется это цикл сна. В первую часть ночи медленного сна немножко больше, во вторую часть ночи под утро немножко больше быстрого сна, и больше снов мы видим во вторую половину ночи. Это нормальная структура. Соответственно, если что-то в этой структуре идёт не так, мы имеем нарушение сна. Я не буду очень подробно останавливаться на том, чем отличаются стадии, но какие-то моменты давайте отметим. Первая стадия медленного сна, когда появляется дремота, мы все знаем, это наши мечтания, фантазии. Они могут носить уже какой-то такой вот не вполне реалистичный характер. Иногда сопровождается наплывом образов, расслабляется мышечный каркас, уменьшается пульс, частота дыхания урожается и замедляется обмен веществ. Иногда в этой стадии возникают идеи или такие интуитивные мысли, которые позволяют нам решать проблемы. Вот иногда целый день вы думали-думали о какой-то проблеме, начали засыпать, и вдруг неожиданно приходит решение. Это связано с тем, что какие-то повседневные бытовые и внешние факторы, которые нас беспокоят, перестают нас беспокоить, и решение так называемое кристаллизуется. Вторая стадия, когда появляются те самые сонные веретены, и практически с появлением первой такой волны наше сознание отключается, человек погружается в сон. Третья и четвертая стадия, когда возникают дельта-волны – это очень глубокий сон, человека трудно разбудить. Практически именно в этой фазе восстанавливаются все энергозатраты организма. Меняется немножко эндокринный обмен, начинают вырабатываться многие гормоны, которые необходимы для эффективного функционирования эндокринной системы. Происходит основной отдых внутренних органов, и здесь включаются механизмы регуляции иммунитета и повышения иммунитета. На этой фазе, как ни странно, происходит запоминание осознанной информации. Это тоже очень важный момент, потому что далеко не все мы запоминаем, что мы усвоили в течение дня, и далеко не все нам надо запоминать. И на этой фазе происходит фильтрация, часть отсеивается, часть мы запоминаем. Быстрый же сон – это тоже такие своеобразные волны на электроэнцефалограмме, близка она к состоянию бодрствования. Здесь усиливается как раз частота сердечных сокращений, происходит так называемая вегетативная буря, человек может спать беспокойно, активно двигаться. Глаза совершают быстрые движения. Если в этот момент человека разбудить, он вам расскажет о ярком-ярком своем сновидении. Здесь обеспечиваются функции психологической защиты по переработке информации. Еще Зигмунд Фрейн в свое время говорил, что сон – это прямая дорога в бессознательное. Так вот, какие-то защитные механизмы, работа психологических защит с тревожными переживаниями, которые у нас были в течение дня, в течение последних времени, происходит именно фаза быстрого сна. Для чего же нам, собственно говоря, нужен этот нормальный сон? Зачем его поддерживать вот в таком варианте? Отвечая на этот вопрос, мы должны говорить о функциях сна. Во-первых, в течение дня мы ведем активный образ жизни и тратим достаточно много энергии и много веществ. Сон нам нужен для того, чтобы восстановить потраченные за время бодрестные вещества. Это отдых нервной системы, потому что, когда мы двигаемся, общаемся, разговариваем, усваиваем информацию, работает очень много нервных клеток. Ночью мы позволяем части из них отдохнуть. Мозг перерабатывает информацию и спасает мозг перенагрузки. Мы забываем лишнюю информацию, и мы часто забываем или вытесняем негативную информацию. Это тоже защитная охранная функция сна. Сновидения нам нужны для этой переработки и восстановление эндокринной и иммунной системы. Сон нам облегчает запоминание изученного материала. Если кто-то готовится к экзамену, то мало прочитать вечером и заснуть. Надо прочитать вечером, заснуть и утром прочитать еще раз. Период полувыведения знаний с памяти – это 8 часов. Соответственно, после 8 часов сна в лучшем случае осталась половина. И повторение этого материала способствует уже закреплению в памяти. Сколько нужно спать? Вот этот вопрос, который очень часто задают люди, которые даже когда выступаешь на телевидении, тоже очень часто спрашивают, сколько человеку нужно спать. В норме человек спит от 6 до 9 часов. Люди делятся на так называемых короткоспящих – это те люди, которым в норме нужно мало спать. И долго спащие или длинно спящие люди – и это нормально. Есть люди, которые говорят, что не могут спать меньше 10 часов, я плохо себя чувствую. Это нормально для этого человека. Это нормально. Какие бывают нарушения сна? Мы с вами выяснили, что такое нормальный сон, для чего он нужен. И что же бывает с нарушениями. Нарушение сна – это либо недостаточная продолжительность сна, либо неудовлетворенность к качествам сна. То есть по продолжительности он нормальный, по чувству отдыха и по чувству восстановления он недостаточный. И, естественно, может быть сочетание первого и второго. Нарушение сна фиксируют тогда, когда не менее трёх дней в неделю в течение месяца возникают первый, второй или третий вариант нарушения сна, и когда у человека появляется обеспокоенность тем, что он не спит, или последствиями бессонница. То есть это должно как-то волновать. Различают эпизодические нарушения сна, которые случаются редко, однократно и чаще всего связаны со внешними причинами и хроническими, когда нарушение сна становится, к сожалению, неприятной повторяющейся привычкой организма или симптомом одного из заболеваний. В классификации выделяют несколько видов сна, несколько видов нарушений сна. Это так называемые присомнические нарушения. Это нарушения на начальном этапе сна, когда трудно заснуть. И, естественно, основная жалоба в этот момент – это трудность засыпания. Трудность засыпания может быть связана просто с тем, что человек не может уснуть. И трудность засыпания может быть связана с тем, что в этот момент, когда он ложится спать, он начинает тревожиться. Он начинает перебирать в мыслях какие-то негативные моменты, решать какие-то проблемы, тревожиться из-за того, что ему предстоит. И наплыв вот этих тревожных мыслей затрудняет инициацию засыпания или начало сна. Иногда могут формироваться так называемые патологические ритуалы от худа ко сну, когда для того, чтобы заснуть, нужно сделать много разных действий. Попить чай определенной температуры, послушать определенную музыку, почитать книги. Вот кто-то уже кивает головой, я вижу, уже знакома. И только тогда можно заснуть. И также, если это устойчивое состояние, возникает страх постели или страх ненаступления сна. Поскольку человек уже неоднократно сталкивается с тем, что ему трудно заснуть, он уже боится ложиться, потому что представляет, как он будет несколько часов крутиться, тревожиться, не спать, а часто еще и злиться. Потому что вспомните, кто не мог уснуть, сначала как-то ждешь сон, а потом начинаешь смотреть на будильник, думать, ну что же это такое, я не сплю, а скоро вставать, а время идет. И от злости сон не приходит тем более. Вторая большая группа нарушений сна – так называемые интрасомнические расстройства. То есть это те нарушения, которые в середине ночи. Чаще всего это частые пробуждения, после которых пациент не может уснуть, и ощущения поверхностного неглубокого сна. Вот как бы полудрема, вроде и не бодрствует, но уже и не спит. Так называемый неглубокий сон. Чаще всего пробуждения могут быть обусловлены либо внешними причинами, но внешние причины тоже имеют разный порог. Кто-то просыпается от того, что рядом соседи дрель включили посреди ночи, а кто-то мне говорит, моя кошка громко топает ночью. Разный порог улавливания внешних шумов. И также внутренние факторы – это могут быть тревожные или кошмарные сновидения, боли, вегетативные нарушения, нарушения дыхания, учащенное сердцебиение и позывы к мочеиспусканию. И третья группа сна – это постсомнические расстройства, то есть те, которые возникают утром. Это ранние пробуждения. Часто очень говорят, что будильник поставлен на 7-8 часов в 5 выкидывает из сна. Может быть, пробуждение без тревоги – просто в 5 проснулся и не заснуть. Может быть, сопровождением тревоги – в 5 проснулся и возникают сильные тревожные переживания. Естественно, при устойчивых ранних пробуждениях возникает разбитость и снижение работоспособности, особенно в первую половину дня. Всё это вместе называется инсомния. То есть любые нарушения сна, то, что раньше называлось простым словом «бессонница», и, собственно говоря, даже диагноз раньше был такой, теперь это называется красивым словом «инсомния» и определяется как повторяющееся нарушение инициации или начала сна, продолжительности, фаз сна и качество сна, которое случается регулярно, обратите внимание, несмотря на достаточное количество времени сна. То есть если доктор на круглосуточном дежурстве не спит, это не значит, что у него бессонница. Должна быть возможность нормального полноценного сна, сон не приходит, и тогда мы можем говорить о нарушениях сна. Инсомнии отличаются патогенезом, то есть своими особенностями. Бывает адаптационно-острое инсомния. На фоне стресса, конфликта человек понервничал, причина достаточно очевидна. Чаще всего, если стресс не носит хронического постоянного характера, длится не более трёх месяцев. Психофизиологическое инсомния уже обрастает тревожным ожиданием, и тревога у нас всегда запускает вегетативные процессы, вот те самые сердцебиения, чувство нехватки воздуха, мышечное напряжение, которое воспринимается как не уложиться, не расслабиться, стремление постоянно крутиться в кровати. Псевдоинсомния, искажённое восприятие процесса сна, когда человек спит, но ему кажется, что он не спит. Сон поверхностный. Время, когда он просыпается, человек хорошо помнит, а время, когда он спит, не помнит. Если в отделение, например, такие пациенты поступают, они жалуются, они говорят, доктор, я каждую ночь совсем не сплю. Естественно, это вызывает вопросы, потому что рекорд, занесённый в книгу Гиннесса без сна, это 19 суток, после чего люди умирают. Это рекорд книги Гиннесса. Соответственно, если человек не жалуется, что он полгода так не спит, ну, наверное, это не совсем так. И когда просишь медсестру в течение ночи проверять, оказывается, что человек спит, но восприятие своего сна не происходит, и тяжёлое самочувствие в течение дня тоже беспокоит. И, наконец, такое слово, как идиопатическое нарушение сна или инсомния, это, собственно говоря, никто не знает, почему это нарушение сна у человека развилось с детского возраста, и он с ним привычно живёт. Одно из нарушений сна – это кошмарное сновидение. Все мы видим кошмарное сновидение, не все их запоминаем. Если это происходит эпизодически, раз в длительные промежутки времени, то, в общем, ничего страшного в этом нету. Речь идёт о каких-то переживаниях. Но иногда кошмарное сновидение преследует человека и возникают регулярно, и, собственно говоря, являются одним из видов нарушения сна, который диагностируется. Есть такой диагноз – ночные страхи или кошмарное сновидение. Наиболее частые сюжеты таких снов – это преследование, нападение, ощущение угрозы, причинение боли, несчастье с близкими, состояние беспомощности, когда возникает ощущение, что не могу кому-то помочь, потеря близких, потеря детей. Это наиболее частые сюжеты, которые возникают в кошмарных сновидениях. К чему же приводят нарушения сна? Существует достаточно много последствий нарушения сна – снижение концентрации внимания, ухудшение памяти. Человек, который не спал сутки, его поведение и состояние психофизиологическое приравнивается, как если бы в крови у него находилось 0,1 промилля алкоголя. То есть, соответственно, вождение, концентрация внимания на работе, они значительно снижаются. Снижается скорость реакции, появляется утомляемость, снижение устойчивости, толерантности или устойчивости к физической и умственной нагрузке, раздражительность, тревожность, снижение работоспособности, снижение иммунитета, половые дисфункции, нарушение сосудистого тонуса, аритмии, нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы. И всё это впоследствии ведёт к развитию соматических или психических нарушений. Почему сон нарушается? Какие причины нарушения сна? Значит, первое и самое простое нарушение сна – это нарушение сна в связи с нарушением гигиены сна. Это употребление крепкого чая, кофе в вечернее время, яркий свет, который мешает уснуть, неудобная постель, душное или слишком жаркое помещение, переедание перед сном, возбуждающие виды деятельности. Когда снимают, допустим, электроэнцефалограмму у молодых людей, очень часто спрашивают, а что вы делали накануне и всю ночь? Если человек говорит, что он играл всю ночь в компьютерные игры, практически это будет недостоверная электроэнцефалограмма, потому что у него могут быть нарушения, ну, скажем, там, предсудорожного характера. Так вот активирует мозг некоторые компьютерные игры. Расстройство сна при расстройствах психики, при стрессовых ситуациях, при невротических расстройствах, при депрессиях, разные виды нарушения сна при разных депрессивных состояниях. Выделяют нарушения сна детского возраста, и многие из них возникают благодаря родителям, когда мамы формируют неправильные привычки у детей, стараются укладывать с собой, длительно укачивают в кровати, оставляют яркий свет и так далее. При многих очень соматических заболеваниях возникают нарушения сна. Это при гормональных нарушениях, при аритмиях, при нарушениях деятельности сердечно-сосудистой системы, при неврологических заболеваниях, при онкологических заболеваниях нарушение сна возникает как следствие дезрегуляции определенных органов и систем. И, наконец, нарушение сна может быть связано с приемом лекарственных препаратов, в том числе и тех, которыми лечат соматические заболевания. Кроме тех нарушений сна, о которых я сказала, есть еще чуть более редкие нарушения сна, такие как синдром апноэ, это остановка дыхания во сне, синдром беспокойных ног, снохождение или сомнобулизм, нарколепсия, когда человек засыпает в дневное время, мгновенно стоя на месте или сидя, работая и ведя обычную деятельность. Ужасы сна или кошмарные сновидения, мы о них поговорили. Синдром смены часовых поясов. Известно, что трудно нам приспособиться, когда пояса меняются. Расстройства сна связаны с работой в ночную смену, имеется в виду, когда это устойчивый рабочий график, организм приспосабливается. Неадекватная гигиена сна и эпилепсия сна – тоже одно из таких редких достаточно нарушений. Что такое гигиена сна, о которой мы говорим? Что нужно делать самим, чтобы сон, по крайней мере, не было оснований для нарушения сна по этой причине? Надо стараться ложиться и вставать в одно время, включая и выходные дни, чтобы не было так, что 6,5-7 часов человек спит в будние дни и 12 он спит в выходные. Это нарушение ритма. Рекомендуют ложиться в постель только при появлении сонливости. Хотя бы не сонливости, но снижение возбуждения. Старайтесь не заставлять себя спать именно по той причине, что развивается злость от того, что вы заставляете, а у вас не получается, а злость нам мешает заснуть. Не бойтесь бессонницы, либо сон урегулируется, либо вам нужно обратиться к специалисту, чтобы помочь. Привыкните засыпать только в кровати. Для отдыха используйте другое помещение. И вообще кровать нужно использовать только для сна и интимных отношений. Выяснение отношений, употребление пищи, работа за компьютером – все это должно проводиться в других местах. Установите определенный ритуал, предшествующий сну. Обычно он у всех есть. Это какой-то, может быть, легкий перекус, гигиенические процедуры. Иногда это может быть книга. И соблюдайте световой режим. Спальня должна быть затемнена. Соблюдайте звуковой режим. Спальня должно быть тихо. По возможности, если это не получается, то можно использовать так называемый белый шум. Это релаксационная музыка или нейтральный-нейтральный какой-то шум от таких регулярных, может быть, шумовых эффектов. Соблюдайте температурный режим. Комната должна быть хорошо проветримая, не жаркая и не душная. Голова лучше на подушке без шапки, в холоде, и ноги в тепле. Обязательно пищевой режим. Нельзя наедаться перед сном. Можно легко перекусить и не употреблять перед сном крепкий чай, кофе и алкоголь. Кто курит, можно попытаться бросить курить. Физические нагрузки желательно, чтобы были за 4 часа до сна. И если они очень интенсивные, то в первой половине дня. Насколько это возможно, в условиях мегаполиса и нашей активной жизни соблюдайте эмоциональный режим. Постарайтесь не нагружать себя проблемами прошлого дня и не тревожиться за завтрашний день, поскольку события завтрашнего дня еще не наступили. Мы не знаем заранее, как они будут проходить. Постель должна быть удобной и одежда свободной. Никогда не принимайте бесконтрольно лекарственные препараты, особенно с седатином и снотворным действием. И старайтесь при побуждении ночи на часы не смотреть. Не всегда получается, но хотя бы свет при этом не включать. Какие существуют методы диагностики нарушений сна? Первый метод и основной, он всегда был, это клиническая диагностика. Кто может поставить диагноз нарушения сна? В нашей стране это врач-невропатолог, врач-психотерапевт, психиатр и врач-сомнолог. Эта должность хоть и существует, но крайне редко где встречается, практически только в лабораториях сна. По рассказу человека о том, как он не спит, можно достаточно точно поставить диагноз. Существует исследование, исследование полисомнографии, исследование сна с использованием специальных компьютерных комплексов, когда человек спит в специальной лаборатории, в течение ночи к нему подсоединены датчики и регистрируется огромное количество параметров. На слайде они приведены, естественно, не все. Это храп, скорость дыхательного потока, движение брюшной стенки, движение диафрагмы, наполнение крови кислородом, положение тела, количество движений, электрические импульсы, работа нервных клеток, работа сердца, мышечное напряжение, движение глазных яблок, движение ног, видеозапись производится, и в результате делается гипнограмма, то есть такая кривая, она на самом деле занимает достаточно большой объем, и файл этот весит достаточно много для оценки, и эта кривая содержит информацию о структуре сна, качестве, количестве стадий, фаз, и как раз вот та самая архитектоника, которая должна состоять из определенных медленных фаз и быстрой фазы, она отражается, есть она в нормальном она соотношении, или она нарушена, и как нарушена. Ну и, конечно, основной вопрос, как лечить нарушение сна. Как мы с вами сказали, то, что человек может делать сам, это соблюдение гигиены сна, и если эти принципы нарушены, иногда соблюдение вот этих несложных, казалось бы, правил приводит к нормализации сна. Следующий метод лечения – это медикаментозная терапия, различные группы препаратов используются. Часто меня спрашивают, а как вы относитесь к тому или иному препарату, всегда отвечаю. Сначала должен быть поставлен диагноз, и только после этого мы будем говорить, подходит этот препарат при этом диагнозе для этого конкретного человека или не подходит. Используются психотерапии, различные релаксационные методики, когнитивно-поведенческая психотерапия, дыхательные техники. Используется светотерапия, специальное есть оборудование, которое производит волны определенной длины. Это особенно актуально для нас с учетом нашего климатического пояса, когда летом у нас очень много светлого периода времени, зимой очень много темного периода времени, и за счет такого перекоса может формироваться либо нарушение сна, либо депрессивные нарушения. Рефлексотерапия – точечный массаж, ароматерапия, методика биологической обратной связи. Это очень интересная методика, она тоже связана с компьютерами, когда человек учится управлять организмом. Известная рекомендация, что чтобы заснуть, нужно расслабиться. А вот как расслабиться, мы иногда не очень знаем. И пациент, работая с этими компьютерными системами, которые регистрируют уровень мышечного напряжения, пульс, активность дыхания, учатся себя регулировать. Как такой пример, пациент может смотреть мультик, как только частота его сердечных сокращений, он напрягается, по какой-то причине переваливает через определенное значение, мультик становится черно-белым или останавливается. И человек понимает, что ему нужно расслабиться и за счет этого снизить частоту сердечных сокращений. Вот эта регуляция способствует тому, что он это может сделать потом уже без компьютерных программ. Описана методика музыки мозга, когда записываются и обрабатываются волны, которые идут от здорового мозга человека, электроэнцефилографические волны, и потом прослушивается пациентом. И если нарушение сна входит в структуру какого-либо заболевания, соматического, неврологического, психического, то тогда это, соответственно, и лечение основного заболевания, которое является почвой для возникновения нарушений сна. Спасибо за внимание.